В 80-х годах в мире был настоящий бум машин с передним приводом, а в СССР еще продолжали собирать заднеприводную технику, хотя руководство понимало, необходимо выпускать новые модели, но поскольку наши соседи технологиями с нами делиться не спешили, приходилось как-то выкручиваться самим. Первыми ласточками стали ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 от Волжского завода, которые стали несомненными хитами отечественного автомобилестроения. Немного запоздал, но все же выпустил свою версию переднеприводного автомобиля из завода ЗЛК, это был «Москвич-2141». Тоже своего рода хит и лебединая песня предприятия, ставшая достаточно популярной, но, увы, не сумевшая исправить негативные тенденции и разогнать тучи, сгустившиеся над московским заводом. Немногие знают, но кроме базовой версии этого «Москвича» была еще и модификация в кузове седан, вернее она была разработана, но до серийного производства дело так и не дошло. Работы над новой модификацией были практически завершены к концу 80-х и на начало 90-х планировали поставить автомобиль на конвейер. Это должно было быть четырехдверный седан, в него свободно могли уместиться пять человек. На автомобиле стоял бензиновый двигатель объемом 1569 кубиков, выдающий мощность в 76 лошадей. Весил автомобиль одну тонну и расходовал примерно 7 литров на 100 километров дороги. Трансмиссия у него была пятиступенчатая, механическая. Что касается дизайна, то помимо другого багажника, эта версия отличалась от классического «Москвича» 2141 еще и новыми решеткой радиатора и бамперами. Скорее всего, этот автомобиль нашел бы своего покупателя, но сложное положение в стране и плачевное финансовое состояние предприятия не позволили наладить массовое производство. Какое-то ограниченное количество автомобилей все же было собрано, часть из них была продана, а кое-что осталось на предприятии. Как считаете, смог бы этот автомобиль поправить дела завода АЗЛК?